Игорь Левин. Игорь, приветствуем. Приветствуем. Бенниамин Нетаньягу говорит, что ЦАЛу придется временно оставаться в секторе газа. Какое-то время придется оставаться в секторе газа. То есть он фактически говорит о реоккупации сектора. Но его оппоненты возражают и говорят, что у ЦАЛа нет таких ресурсов, нет таких сил, чтобы реоккупировать и сохранять полный контроль над сектором газа. Разные эксперты, разные военные называют две дивизии. Некоторые говорят, что три, четыре, даже пять дивизий нужны для того, чтобы выполнить эту задачу. Во-первых, какие реально нужны для этого ресурсы и есть ли они у армии обороны Израиля? Во-первых, строго, если говорим именно о оккупации, нужно минимум две дивизии. Но это такой пороговый очень минимум на самом деле. Потому что что такое оккупация? Многие люди не понимают до конца, о чем идет речь. Представьте себе, это у нас город, большой город, там агломерация, там еще есть другие городочки, всевозможные, сельская местность и так далее. Большое количество населения. Все это нужно администрировать. Так вот, если администратором находится тем или иным, это пресловутый водопровод газа, которым не хотят заниматься, любые другие услуги. Так вот, если там находится не хамасовский чиновник, а, допустим, чиновник палестинской администрации, предположим. К нему придут боевики хамаса или исламского джихада, или там есть бригады муджихедов, там много всевозможных чертей. И просто убьют его. И поставят им своего чиновника. Да, они так уже сделали. У палестинской администрации нет силового блока такого уровня, с таким градусом доверия и лояльности, чтобы такой регион, густонаселенные, они могли этого чиновника охранять. То есть, что это означает? Это означает, что вот есть здание, где сидит этот чиновник, а внизу на улице под этим зданием должен быть блокпост, на котором сидят солдаты. Израильские солдаты. Потому что палестинской администрации армии-то нет. Еще и такого, как бы, у нее нет дивизий целых. Вот. Израильские солдаты, которые будут обеспечивать работу этого чиновника, чтобы к нему никто не пришел, не взрывал его офис или его не застрелил. Это говорит о том, что, во-первых, таких блокпостов будет очень много. Баз, пропускных пунктов всевозможных, зон контроля. Контроля над магистралями и логистическими всевозможными линиями и так далее. А это говорит о том, что те солдаты, которые будут находиться на этих блокпостах, они будут под угрозой. Снайперский террор, терроризм, взрывы, просто обычные нападения, рейды и так далее. Именно когда израильские военные, ну, генерал, в первую очередь, говорят, что они не хотят реоккупации газа, но они прекрасно понимают, что это долгое время. И это будут гибнуть люди, и эти погибшие будут грузом идти ответственности на их плечи, в первую очередь. Плюс мы знаем прекрасно, что наше общество, оно не терпимо к большим количествам потерь. В течение года какое-то количество людей будет постоянно гибнуть, и люди будут спрашивать, почему там, почему израильские солдаты гибнут, охраняя палестинских чиновников, палестинской администрации. Вот, как-то так, именно вот эта реоккупация, именно вокруг этого, как бы, и ведутся все дискуссии, споры и так далее, и так далее, и так далее. И еще одна тема, по которой ведутся сейчас споры и дискуссии у нас в военно-политическом руководстве, это вот, что сейчас поставить на первый план в списке операций, в списке целей? Освобождение заложников или победа над Хамасом? У меня такое чувство, что вот, начиная с этой недели, все-таки, какое-то время будет уделено именно теме заложников. Если это действительно так, то какое это влияние окажет на ход операции в Рафиахе? Это взаимоисключающие пункты. Поэтому тут, как бы, не вопрос, что мы поставим на первое место. Ну, то есть, армия очевидна, как и государству. Просто я эти вещи комментировать не буду. Вы понимаете, что это, как бы, политическая тема? Ну, конечно, это политическое решение. Нет, это политическое решение, но это, в частности, политическая тема. Ну, то есть... Но по рекомендациям, наверное, военных. Я бы сказал, какие настоящие на самом деле были рекомендации военных. Опять же, такие вещи нельзя озвучивать, потому что у нас есть определенная повестка в государстве. Вот, плюс семьи похищенных и так далее, и так далее. Не хочется трогать все эти нотки и струнки. Вот, я прекрасно знаю, что, как бы, в головах того же, там, Оливии, допустим, да, Галланды, там, и остальных, и так далее. Ну, еще военных. Любой военный прекрасно, тем более такого уровня, генералы прекрасно понимали, что это взаимоисключающее. Меня, кстати, немножко пугает инфантильность израильского общества. У нас же все служили, все в армии были и так далее. И многие люди, которые служили в армии, эти вещи не понимают. И на полном серьезе требуют сразу на всех стульях усидеть. Ну, ладно, это отдельная тема. Насчет инфантильности израильского общества, вот, эта война очень ярко вскрыла очень многие такие вещи неприятные, вот, очень пугающие, ну, в лице, как бы, будущей эскалации и будущей войны, которые будут намного страшнее, сложнее, и будут намного более сложные будут вызовы, более будут, ну, опасные, как бы, вещи произойдут. Вот, ну, ладно, это другая тема. Так вот, нет никакой другой альтернативы, вот, кроме как и ликвидации власти ХАМАЗ в секторе газа. Но просто опять же, ликвидации власти ХАМАЗ в секторе газа, смотрите, инсургенты, их можно уничтожить только победить двумя способами. Ну, классически, традиционно. Так всегда было и так всегда будет. Тут никакой уникальной ситуации нет. Первое, это изолировать конкретных инсургентов, да, партизан, террористов, неважно, как называть. Изолировать их на ограниченном пространстве географическом и физически уничтожить полностью. Такие примеры в истории были. А второй случай, если вы не можете их физически изолировать, ограничивать, лишить их народной поддержки. У ХАМАЗа есть поднародная поддержка. За них голосовали, туда идут молодые люди, вот, и так далее. Более того, она растет. Что, что? Более того, она растет, эта поддержка. Ну, да, да, люди идут мстить, люди идут мстить за свои там дома и так далее, всякие такие вещи, чтобы убивать евреев. Плюс, ну, бедность, безработица и так далее. Это идеальная почва для того, чтобы идти в радикалы, в инсургенты, всякие такие вещи. Плюс, ну, отсутствие образования, когда тебе 15 лет, вот, у тебя ничего не осталось, у тебя нет образования, у тебя ничего нет, у тебя нет перспектив, вот, кроме какого-нибудь там, не знаю, пирса американского, который по волнам носят направо-налево. А те тут рядом говорят, вот тебе, как бы, калашников, вот, иди убивай яхудов, как бы, ну, очевидно, что ты выберешь, как бы. Вот, да, или лишить народной поддержки. Так как исторически партизан, инсургентов, террористов очень сложно было ограничено где-то вот изолировать на маленьком участке, да, там, в Вьетнам берем, какие-нибудь Балканы, там, да, и так далее, какие-нибудь там белорусские леса, там, где партизаны против немцев воевали. То партизаны перемещались, их невозможно было победить, поэтому считалось, что, как бы, это вот такое вот, как стихийное движение. Часто поэтому упор шел на то, чтобы лишить поддержки, как раз народной. У Израиля уникальная ситуация в Газе, тем, что эта зона изолирована полностью, герметично можно. Ну, сейчас, нужно сейчас с Египтом, как бы, разобраться с границей, там, где операция в Рафиях, если вы посмотрите на карты Асимта, двигаются в основном по этому, ну, Филадельфии, да, Сир-Филадельфии, там, двигаются. Нужно до конца выйти, полностью изолировать от Египта их, чтобы не было никакой связи с внешним миром. Вот, и это говорит о том, что, вот, как вы говорите, да, там, народная поддержка растет и всякое такое. Тоже, кстати, к теме, там, передачи в руки палестинцев власти и так далее. Кому передать? Тем, кто поддерживает это все. Вот, есть возможность физически уничтожить. Не сам Хамас, Хамас есть в Ливане, Хамас и в Сирии, там, где-нибудь, в Венесуэле какой-нибудь будет офис Хамаса, вы найдете обязательно. В Европе у них есть, вот, но именно конкретно их вертикаль власти. Их органы физически уничтожить возможно. Но, то следующее но, это жертвы. Это, как я уже сказал, вот этот блокпост, где стоят израильские солдаты, да, молодые, да, ребята, у нас армия не контрактная, это не профессионалы. Это не американские морепихи, которые деньги платят, и если он погиб в Ираке, ну, как бы, он подписался, пошел получать деньги, и вот он погиб. Вот, а здесь, да, однородная армия, у нас все идут, и всех призывают, мальчики, девочки и так далее. Вот эти мальчики и девочки должны гибнуть. Вот, это пугает генералов, потому что они не хотят, потому что они сами были этими мальчиками и девочками в свое время. Вот, а почему политики, если так ведут, ну, не знаю, политики тоже военные у нас, кстати, что Дж. Биби, он сейчас спецназовец, да, майор, как бы, вот, он тоже, или, а, капитан, капитан. Вот, он этот, тоже, наверное, понимает, как бы, что, куда, и как эти вещи происходят. Вот, вот, ну, я прекрасно понимаю того же Галанта, например, потому что я помню, когда он еще был у руля южного этого округа, вот, ну, то есть, тогда всегда эти дискуссии, когда поднимались насчет газы, вот, всегда вопрос был о погибших. Никогда вопрос не стоял о том, что невозможно уничтожить Хамас, никогда вопрос не стоял о том, что, хорошо, а что там дальше и так далее. Этот вопрос был в политической плоскости. В военной плоскости всегда вопрос был о погибших, что будут погибнуть 200, 300, 400, 500 и так далее. А зачем, а почему, какая цель? Ну, там, допустим, когда Египет или Сирия напали, люди погибли, понятно, отбились от Египта и Сирии. А здесь какой смысл, какая цель? Если в конечном итоге, допустим, ну, палестинцы будут этим управлять, так пусть тогда палестинцы разбираются и так далее, если палестинцы будут управлять. Или будут управлять американцы с аудитами, допустим, они тогда там умирают и так далее. Ну, я говорю про то, как именно военные, почему вот их стопорит это все. Ну, военные-то не могут не понимать, что если не идти по пути оккупации, да, последствия будут, цена будет, жертвы будут, но если этого не сделать, то, значит, мы не уничтожим Хамас. Значит, вот наша цель номер один, ну, или там два, я не знаю, по-разному можно интерпретировать, но уничтожение Хамаса, эта цель не будет достигнута, потому что если не мы, то там будет Хамас. Военные хотят уничтожить Хамас, я же не про это говорю. Военные не хотят ставить блокпосты с мальчиками и девочками на этих блокпостах. Ну, так это фантазии. Каким образом можно уничтожить Хамас, не ставя блокпосты? Вот, да, вот это фантазии, вот, поэтому тут, ну, справедливости ради не все военные, да, ну, как бы есть военные, которые понимают прекрасно, что без блокпостов никуда не деться. Тут же еще травма, кстати, из Ливанской войны. В Ливанской войне то же самое было, блокпосты, да, вот эти вот, ну, не блокпосты, а шире посты, вот, редуты в поясе безопасности, где тоже периодически гибли какое-то количество, постоянно людей гибло, гибло. В причинном итоге что сделал? Да, военный, вот, да, барак вывел, вывел войска. Ну, урок-то плохой, вывел войска, вот Хизбалла в итоге. Потому что, да, урок плохой, это была ошибка большая, ну, просто мы всегда умные постфактум, ну, то есть мы умные, как бы, вот, ретроспективно, это мы сегодня знаем, что урок плохой. А на тот момент, во-первых, Хизбалла была никем, по большому счету, вот, ну, инсургенты, террористы просто, вот, а не маленькая квази-армия. И я же напомню, вы просто вспомните, что такое конец 99-го года, как бы, это же еще до того, как этот, завершился этап, ну, началась, завершился этап, там, второй интифаты, да, там, операции в Юдии Самарии, вот, террор, который весь был, теракты. И еще не случилось размежевания, как бы, одностороннего. Ну, то есть, опять же, мы сегодня просто смотрим в разрезе этих десятилетий и понимаем, что это все было плохо. На тот момент, как бы, совершенно не об этом думали, а думали о том, что прилетают, как бы, и мины, и вот, прилетают, там, снайперский террор, и постоянно гибнут солдаты. И никто не понимает, зачем, ну, там, создается ли новое государство в Ливане, нет, не создается. То есть, никто не понимал, зачем это нужно. Сегодня, опять же, видите, мы умные и постфактум, сегодня понятно, это было нужно, чтобы был поиск безопасности, потому что теперь поиск безопасности на нашей территории проходит. Вот это большая ошибка, ну, страшная стратегическая ошибка. А какие настроения в армии, в ЦАЛе, я имею в виду, ну, прежде всего, наверное, в офицерском корпусе, потому что, да, вот, командование вот упирается всячески от оккупации, а что говорят офицеры? Вот ты же, наверное, общаешься со своими сослуживцами. Мир сдерживает, очень злит, ну, хотят полностью все, как бы, раскуролесить, да. Ну, то есть, понятно, что, смотрите, в Газе, то, что мы сделали, это большая порка, как бы, им. Вот, даже те, у которых нет каких-то там наполеоновских планов, да, там, вот, давайте сейчас будем заниматься водопроводом сектора Газа, да, и, там, посадим какой-нибудь, там, не знаю, полупалестинского, полусаудитского, полуамериканского, полуизраильского чиновника, и пусть его охраняют. Даже кто об этом не задумывается, не все там великие геостратеги, да, вот. Вот, но все хотят прекрасно просто, ну, максимальная порка, максимальное наказание. Ну, палестинцам и жителям Газа, газовчанам повезло, что они сегодня живут в мире медиа, интернета, телефонов и так далее, потому что это были какие-то 50-е годы, особенно, когда там такие были ребята, как Мэр Харсион у нас, да, там, Шедаян, и все, Ариэль Шарон молодой, вот, ну, было бы очень весело, ну, для нас, не для них. Вот, и поэтому военные очень, да, злы, что им, как бы, сдерживают руки, вот, и не дают максимально наказать их, вот. Ну, тут же есть же оценки, что даже те там жертвы разрушения близко не приближаются к тому, что американцы делали в Ираке, например, да, или такие там вещи, вот. Или когда с Масулом когда поступили, когда просто город стирали, ну, фига, ну, полностью вообще, абсолютно там не считаясь, не думая, и перевели в конечном итоге такой ситуации, что просто все много сотни тысяч на население Масула ушло в пустыню отдельно жить в каких-то там лагерях ООН, при каких-то подачках, и, по-моему, до сих пор это все так идет. Вот, я не знаю, как там правительство Ирака поступило, вот, но там никто не сюсюкался и не церемонился, вот, там все по-взрослому было. Вот, поэтому нет, пацифистских настроений или каких-то там, не знаю, таких мягких среди именно военных, особенно младшего или среднего звена, абсолютно не наблюдается, вот. Другое дело, что мы живем, как бы, сегодня вот в мире, когда, как бы, на нас смотрит, как бы, миллион глаз. — Цахи Анагби заявил вчера, что у Иерусалима нет никаких сведений и никаких признаков того, что заложники были переправлены на Синай из сектора газа. Ну, что-то можно сказать хотя бы сейчас, хотя бы какие-то общие данные, где находится большинство похищенных? — Не, я не знаю, я не слежу за этим, если честно, но я тут отмечу другой важный момент, вот, мой коллега, кстати, к теме израильских офицеров, с которыми я на связи, как раз, он очень верно подметил, что, вот, и даже когда обнаружены уже погибшие, то есть тела, это очень хорошо, потому что для них, для Хамаса, это, как бы, все элемент торга. Вот, поэтому даже когда тела возвращают, они живых, это хорошо, потому что выбивает козырь из рук террористов, поэтому это тоже позитивные моменты. Ну, где конкретно, как и перемещают и так далее, это все, как бы, там, спецслужбы занимаются, информация закрыта на самом деле, даже, как бы, если ее знать, то такие вещи, как бы, публично о них нельзя говорить. Ты сказал о предстоящей большой войне, вот, что должно произойти, ну, вот, если, предположим, война в Газе затянется, ну, с учетом того, что, там, там, 2 миллиона жителей Газы, большой мобилизационный потенциал у Хамаса, они могут рекрутировать и рекрутировать, причем население молодое, там, есть из кого, да, мобилизовать, есть кого мобилизовать, ставить под ружье, то это может продлиться довольно долго, но вопрос в том, на каком этапе мы можем сказать, что, ну, скажем, здесь уже такой угрозы нету, и мы можем заниматься Ливаном, когда мы можем переключить свое внимание на Ливан? Если оккупировать Газы, вот, как минимум, 2 дивизии, это, как раз, наоборот, очень сильно сковывает возможности, потому что эти 2 дивизии могли бы, могли бы воевать на севере, вот, и опять, это минимум, потому что там оценки идут, и 3, и 4 дивизии и так далее, вот, вот, поэтому тут же еще такой элемент, что, да, уничтожили власть Хамас, но, как я уже сказал, чтобы там работала гражданская инфраструктура, вы должны держать военные, которые будут контролировать это все, чтобы эту гражданскую инфраструктуру не уничтожили, вот, те же Хамасов, Целегистанский джихад, опять же, опять же, не важно, то есть, там, как бы, политика не терпит пустоты, то есть, как только у вас вакуум занимается, любые черти вылезут и скажут, что они теперь тут мэры, пэры, вот, администраторы, вот, и так далее, и так далее, и так далее, вот, поэтому, тут, как бы, такая палка двух концов, это, кстати, тоже причина, когда, ну, там, некоторые военные говорят, что, ну, типа, мы не можем оккупировать газу, это не в том смысле, что, да, там, жалко солдат и так далее, вот, вот, у генералов свое, как бы, видение, для генералов-солдат это цифры, как бы, в табличках Excel, а в том смысле, эти генералы прекрасно понимают, что Север, Север, да, это, как бы, запросто может стать не просто активным, вот, а полномасштабные боевые действия, и опять же, все говорят про Ливан, мне очень нравится, как все абсолютно счеты, как бы, Сирию снимают, я вообще не понимаю, почему, сколько, по причине, вот, весь Север, не только Ливан. Да, это, это так, но, если мы вернемся к этой вот растяжке между Севером и Газой, то, ну, как бы, какой вариант, в их, в их выбора-то нету, если выйти и не оккупировать газу, и начинать военные действия на Севере, то тогда Хамас начнет нас быть, у нас все равно два фронта, в любом случае два фронта. Да, 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 у нас больше, чем два фронта, на самом деле, вот, больше, 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 чем два фронта, но глобально, да, и выхода нет, и выбора, точнее, нет, поэтому только увеличивать армию. Ну, ее начали увеличивать, но это просто очень длительный процесс, поэтому тянут время. Кстати, мы же не знаем, почему они тянут время, а может быть, это у нас, на самом деле, они такие все великие геостратегии, там, наверху, в военном кабинете, не только, они прекрасно понимают лучше, чем мы, вот, давайте сделаем, кредит доверия дадим им, и поэтому они тянут время. Вот годик, еще два годика, три годика, чтобы создать новые подразделения. То есть реально армию начали увеличивать, а не урезать, как и урезали все это время. Но это не сразу как бы у вас пуф, вы взорвнули волшебные палочки, и сразу у вас появились бригады и дивизии. Это все занимает время. Плюс это нужно... Следующий момент. Израиль 50-х, 60-х годов, когда воевал в таких вот жестких войнах постоянно, подростков воспитывали, ну, такой вот в психологии вот. Ну, в жесткой очень психологии. Понимаете, у нас враги на тот момент были технологически и численно, ну, превосходили Израиль. То есть у них всякие были элементы, ну, виды вооружения, которых не было у Израиля. Первые приборничные увидели на танках, там, самолеты новейшие советские, танки Т-62 какие-нибудь, которые были, буквально вчера их только изобрели. То есть самое новейшее оружие. У Израиля было где-то что-то хуже, где-то чего-то меньше, вот, где-то чего-то не хватало. Но при этом какой настрой был? Вот одна из кибуцных песенов, там такие слова есть. Мы едем по Синаю, вот, у врага танки Сталин, имея в виду танки ИС-2. Вот. Мы едем по Синаю на каких-то там американских древних джипах ржавых и так далее. Нам на все плевать, потому что сейчас мы дадим им, как бы, им звезды, пардон, вот, им всем там, и всех там разгромим, победим. Это кибуцная песня. Ну, это по мотивам, я точно слова не помню, но именно такие идут. Вот. Сейчас же, что мы видим в израильском обществе? Какой ужас. Вот. Люди в плену, терроризм, кошмар. То есть люди привыкли сытно жить. Если когда-то в кибуцах люди там работали, трудились, а все остальное, рабочее население Израиля, было организовано в Истадруте, а я напомню, что тогда же все ходили строем, вы не могли своих детей отдать в школу и не могли получить медицинского обеспечения, если вы не выстредруете. Да, как называли, что государство «Истадруте» называло, когда были левые сионисты, то власть не мопают, да, вот это все, и так далее. То есть это был большой военный лагерь. Сейчас израильское общество, ну, вот, сытое, довольное, которое не хочет больших войн, страданий, и если где-то чуть-чуть и начинается вот что-то вот выше вот той нормы, к которой привыкли уже за десятилетия, начинается сразу вой, что там тут предали, тут проглядели, где были, где была авиация и так далее, вот, да, то есть у всех такое вот есть мышление, опять же, видите, это волшебное, что есть какая-то высокотехнологичная суперармия, да, что если где-то пришли какие-то инсургенты, должны прилететь сразу там их 15-16, и всех сжечь и так далее. Ну, не понимать, что эти вещи так не работают. Игорь, простите, должен вас перебить прямо сейчас сигнал ЦВА-дом из-за обстрела, звучит верхняя галерея, и Галилея, и Миромха Галилея, если вы слышите сигнал тревоги, то, пожалуйста, пройдите в защищенное помещение, пребывайте там не менее 10 минут. Да, Игорь, продолжайте. Ну, вот к теме с севера как раз, да, вот. К теме с севера, да, что там происходит. Вот, и поэтому это вопрос не только военных, не только генералов, вот, это и вопрос гражданских. И это опять снова вещи взаимосвязаны, потому что у нас народная армия, и потому что эти гражданские, они в армию служат, они составляют ее резерв. От них требуется вот этот вот ресурс, уметь все эти невзгоды терпеть, понимать грамотность. Раньше грамотность много выше была, потому что интересовались, там служили, были, ходили, всевозможные походы, было целую кучу молодежных организаций, которые тоже сегодня есть, там от Софимы, да, все это остальное, там вот эти вот Шумер Цаиры, но это все очень стало маленько, изолированно, вот, закрыто. В то время как все, все, вся молодежь, лавайте всевозможные Шумеры, всевозможные Софимы и так далее, и уже проходили фактически такую, как довоенную подготовку, там годна была намного, ну, шире, больше и масштабнее, чем сегодня. Вот, и у всех поэтому была грамотность, не было этого инфантилизма. Вот, сегодня, да, это, кстати, обращают внимание, там, мои коллеги, которые занимаются двумя вопросами, и вопросами актуальной войны, там, большой происходящей, российско-украинской, и вот то, что происходит в Израиле. Один мой коллега, который работал в аналитическом, там, отделе, в Хелиавир, да, вот, в воздушных силах наших, вот, у него волосы дыбом встают от неграмотности израильского общества, от непонимания, вот, ну, там, что на севере происходит, от непонимания, что такое Хизбалла на самом деле, что это не террористы, как бы, это армия, вот, от непонимания, вот, столь же газы, да, вопроса оккупации, реоккупации и всякие такие вещи. Откуда у него такие вещи? Ну, почему он понимает? Ну, потому что он сам работал в аналитическом отделе, то есть он, как бы, человек грамотный, и потому что он сегодня работает по, там, по всевозможным темам, связанным, там, с армией, разведкой и так далее, и он изучает, в том числе, российско-украинскую войну. Он понимает, например, там, уровень грамотности украинцев, вот, которые, там, заинтересованы, которые, вот, которые все понимают, знают, появился лакуча осенцов общества, появился лакуча, там, волонтерских организаций и так далее. И вот даже какие-нибудь волонтеры, которые даже близко, там, не стояли возле армии, не служили, они там понимают, как бы, вот, понятие, там, логистики, ресурсов, финансовых потоков, почему, например, где-то что-то можно сделать, почему где-то что-то сделать нельзя. Очень хотелось бы такое видеть от израильского общества, но, видимо, все медленно, и все только через шишки, пока сами, как бы, на лбу шишки не набьем, то такого не будет. Ну, вы знаете, вот, оптимизм вызывает то, что молодежь, вот, призывного возраста, они очень активно идут, прям, там, в очереди стоят в боевые войска, то есть нельзя сказать, что молодые ребята, там, как-то пацифистски настроены в этой ситуации. Да, согласен, да, это хорошее, я видел эту статистику, очень хорошие, на самом деле, данные, вот, и, ну, вообще, воодушевление, которое произошло с 7-го числа после резни, и, действительно, то, что призыв даже больше, там, ну, норма, это все, да, это позитивные, хорошие вещи. Я же эти все вещи говорю не в том смысле, что все пропало, завтра, там, нас не будет, нет, просто реалистично смотреть на вещи, вот, к тому, что нужно быть готовым. Плюс, как бы, мы же говорим про военный аспект, а военная логика, это всегда отталкивается от самого худшего сценария, а не от самого лучшего. Если вы видите военных, кто отталкивается от лучших сценариев, это очень непрофессиональные военные. Спасибо большое. Я напоминаю, что прямо на прямой связи со студией лучшего радио был израильский военный обозреватель, а также автор телеграм-канала Игорь Левин. И YouTube-канала Игорь Левин. И YouTube-канала Игорь Левин. Целая медиа-империя у Игоря. Спасибо большое, что подключились к нашему сегодняшнему эфиру. Хорошего продолжения во мне. До свидания. Да, спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok